Друзья, всем привет! Сегодня решила снять рецепт мороженого. В общем, давненько меня уже просят, мол, лето наступило, жара, давай нам рецепт мороженого. Так, ну нового я ничего не изобрела, естественно. Я просто вам покажу тот рецепт, который, ну, легкий, простой, обычные продукты. Значит, это сливки 33% жирности, молоко сгущенное, ну и наполнитель любой, какой вам нравится. Я взяла клубнику. Вы можете взять что-то другое. Чернику, малину. Что еще можно? Чережня сейчас, да, уже начала. Можно ее так же, вот как клубнику я буду измельчать блендером, так же и эту черешню так же можно измельчить. В общем, рецепт самый простой из тех, что я нашла. Я сама, как бы, вот тоже не это. Не люблю сильно заморачиваться. Вот, поэтому есть, конечно, рецепты такие, типа пломбира, но там и желток взбивать отдельно с сахаром, и сливки что-то там надо подогревать. Это очень, так, ну, на мой взгляд, можно сделать, конечно. Ну, вот я решил выбрать вот такой легкий и простой, охлажденные, просто ледяные сливки. Надо прям вот хорошо-хорошо их охладить и взбить. Взбиваем миксером. Если есть планетарный, планетарным. Если ручной есть, значит ручным. В общем, сливки взбиваем до состояния крема, абсолютно их не обязательно взбивать. Вот, заметили, что они стали у вас густые, такие довольно-таки, да? Для торта они гораздо гуще взбиваются, такие уже как крем. Можно ими оформлять торт, делать цветы, а для мороженого такое состояние абсолютно не обязательно. Вот загустели они у меня хорошо, и теперь вливаю в баночку сгущенки. Я вам не назвала, наверное, пропорцию сливок. 500 мл сливок, баночку сгущенки я беру, и 250 граммов у меня здесь ягод. Ягоды кисленькие, молоко как бы нейтрализует их. Если будете делать без ягод, например, да, то молока можно меньше. Вот, но я знаю, что эти ягоды кисловатые еще. Так, теперь тонкой струйкой вливаем молоко. Получается вот такая молочно-сливочная смесь. Она густая сама по себе. Так, теперь что мне нужно сделать? Миксер пока не убираем. Нужно ягоды пробить погружным блендером. Смотрите, получается такое ягодное пюре. Пушистенькое и однородное. По желанию можно его, конечно, протереть через сито, но зернышки там на клубнике, они совсем мизерные. Малюсенькие, ну что их там протирать. Вот, тем более ягоды мы едим уже, да, с этими зернышками. Вот, поэтому я не буду это делать, а просто-напросто. Выкладываем сюда эту ягодную смесь, пюре клубничное и хорошо перемешиваем. Перемешать можно миксером или лопаточкой. Получается вот такая нежно-розовая смесь, вкусная. Ой, обалденно вкусная. Как такой густой коктейль, очень вкусная. Теперь берем какой-то судочек, контейнерочек и выливаем. И помещаем в морозилку на часок-полтора, чтобы оно так начало схватываться уже хорошо. Потом нам нужно это будет достать и помешать, перемешать. Раза два, вот так вот в течение этих вот часов, что оно замерзает, нужно сделать. Так, выливаем. Все, будет вкуснейшее мороженое. Так, все, и помещаем в морозилку. Итак, смотрите, что получается. Уже дважды я мороженое перемешала. Постояло полтора часа оно у меня в морозилке. Я его промешала. Оно было еще совсем жиденькое, только начали схватываться края. Прошло еще полтора часа, еще раз перемешала. И вы знаете, когда перемешивали, ой, перемешивала, мы с сыном очень так плотненько пробовали это мороженое. Ну, какое же оно вкусное. Обалденно просто. Вот сейчас хотела уже перемешать, и думаю, нет, наверное, покажу я вам это, как все происходит. Смотрите, значит, что. Вот оно какое стало уже. Вот оно какое стало. Уже оно загустело, но еще не застыло до той степени, чтобы его можно было формировать шариками и укладывать в кариманочки, пока оно не застывшее. У стенок оно уже вот схватилось. Видите, какое? Вот. И вот еще я его в третий раз перемешиваю. Немножко видны зернышки в мороженом. Чуть-чуть, вот видите. Ну, меня это не пугает. Ягоды же мы едим с зернышками. Если вам это как-то не понравится, то можно протереть через сито крупное, например. Ну, хотя через крупное они тоже пройдут. Вот такое получается. Оно уже на стадии застывания. Теперь я его оставляю. Сейчас у нас уже вечер, 10 часов. Вот. Все эти перемешивания для чего нужны? Чтобы там не образовались кристаллы льда. Вот. Когда перемешиваем, оно как бы вот в таком вот состоянии, ну, остается, и уже кристаллы разрушаются при перемешивании. Вот. В общем, оставляю до утра, и потом уже будем смотреть, как оно себя за ночь поведет, как оно застынет. В общем, ну, такая вкуснота невероятная просто. Я все пробую, пробую. Ну, какое же вкусное. Нет, не поняла. Нет, еще попробую. Очень вкусное. Очень вкусное. Я просто слов не нахожу. Вот магазинное возьмешь мороженое, да, оно какое-то на самом деле, ну, бывает вообще непонятное на вкус. А это вот вкуснота просто невероятная. Так, ну, все. Ставлю еще в морозилку, и потом уже конечный результат покажу вам. Итак, друзья, я наступила утро следующего дня, достала мороженое, немножко дала ему, как сказать, подтаять слегка, чтобы, ну, сначала хотела сделать сразу, вот доснять видео, да, но оно застывшее было сильно, и вообще не хотела нарезаться вот этим вот резаком для мороженого. А подтаяло. Я уже тут начала, ну, опять же, у меня нетерпение такое, я уже тут начала вот так ножом надрезала на кубики. Ну, как-то оно некрасиво выглядело кубиком. И вот я уже дождалась. Все. Теперь, ну, не пробовать это мороженое просто невозможно. Мне хочется его пробовать и пробовать, и пробовать. Теперь, значит, что, берем креманки, резак я опускаю немножко в горячую воду, и нарезаем на шарики. Вот такие. И выкладываем. Брюки превращаются, превращаются брюки. Резак оказался полной ерундой. Железные вчера в магазине не нашла. Только вот такие. Сказали, что мороженое сейчас никто дома не делает. И мы не стали возить в продажу такие резаки. Вот купила такой набор из двух пластмассовых штучек. Короче, он ерунда, и не хочет ничего нормально нарезаться. И все в нем застревает. Так что мы пойдем другим путем. Мы просто-напросто нарежем красивым кубиком, как я и хотела изначально. Вот такими вот красивыми кубиками. Нарезается оно уже прекрасно. Оно уже подтаяло. Вот так. Ой, ну на вкус оно просто бомбезное. Поверьте на слово. Очень вкусное. Оказалось бы, такие простые эти составляющие. Ну что там? Сливки, сгущенка и ягоды. Ну вкусно. Мне очень понравилось. Получается по весу, значит, что там? 500 сливки, 380 сгущенка, ну пусть 350 возьмем у рыбы, да? И 250 ягоды. Вот считайте, больше килограмма прекрасного мороженого, которое вы уже знаете, из чего оно состоит. И что вы его сами сделали. Очень получается ароматным и вкусным. так, вот так вот. Уложили кубиком и нечего париться с этими резаками. Вот так. А еще оставила две ягодки клубнички, надрезала вот так вот их не до конца, вот так. и надеваем на креманочку. И получается у нас, как всегда, красота. Тара-та-та. Вот так. Прекрасно. Но на вкус я уже вам сказала, что это просто обалденно вкусно. в общем, берем, пробуем. Ну, что пробовать? Я его со вчерашнего вечера пробую и пробую. Удержаться просто невозможно. В общем, попробуйте, что я вам тут рассказываю. Делать-то его легко, но получается очень вкусно. Все, с вами была Наталья. Делайте, пробуйте, наслаждайтесь. Это гораздо вкуснее магазинного мороженого. Все, всем пока.